Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. У мальчика вашего проблемы с личными границами и с неуверенностью в цепи? Я сильно подозреваю, что дело здесь заключается именно в том, как вы ведете себя по отношению к нему, то есть его агрессивность, его резкость, его вспыльчивость такая свидетельствует о том, что он многие чувства в себе подавляют. А то, что вы разыгрываете с солдатиками, какие-то конфликтные истории, ну, для ребенка восьми лет, мне кажется, это уже более чем перебор, потому что ребенок восьми лет уже достаточно разных, чтобы, как говорить, чтобы называть вещи своими именами, вот, поэтому мне кажется, что здесь вопрос идет не столько о вот этой вот позиции, да, что, ну, как это обреагировать, да, сколько о том платье, то есть когда вы используете, вот это вот обыгрывание, да, в играх, ну, 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 например, в тех же солдатиках, вот, а это ничего не дает ребенку, потому что к реальной жизни это отношение никакого не имеет. Я бы сказал, что этим даже не вы с ним заниматься, а отец, то есть отец или любая другая мужская фигура, понимаете? То есть вы, как женщина, как мама, вы можете достаточно мало, потому что, ну, именно вы женщина, вы воспитываете своего ребенка по, ну, по своим понятиям, по своим представлениям, как женщина, а ему нужна именно мужская, такая вот мужская, ну, где-то твердая, да, где-то такая, вот, бескомпромиссная, жесткая рука, жесткая позиция, жесткий такой ориентир, а этого вы ему не даете, ну, и не можете дать, как женщину. Поэтому первая рекомендация, которая, наверное, будет, это привлекать мужчину, привлекать мужчину к тому, что происходит, к тому, что вы делаете. Второе, вот опять же, мне кажется, да, что у вас в семье нет личных границ, ну, вообще, то есть четко личные границы у вас в семье неопределимы. Мне почему-то так кажется, я не знаю, я могу ошибаться, вот. Серьезно, без, без, вот, сарказма, да, без иронии, мне кажется, что я могу ошибаться, но у вас нет границ. То есть ребенок не знает четко, что ему можно, что нельзя, что можно, что нельзя, что вообще допустимо, да, что допустимо для него, а что нет. И, соответственно, если допустимо, да, то почему, кем, как, в какой форме, да, вот. И, скорее всего, скорее всего, ребенок научился этому у вас, вот он вряд ли мог научиться подобному, да, у кого-то еще, вот. Я более чем уверен, что он этому научился у вас, потому что он научился этим вот нечетким личным границам, да, и подавлению, подавлению своих чувств только у вас. Больше тут вариантов нет, ну, нет на самом деле, вот, понимаете. Тут это еще один момент, да, как вы ведете себя с ребенком, вот, понимаете. Как вы ведете себя с ребенком, конкретно, вот, конкретно вы как себя ведете с ним, что конкретно вы предлагаете ребенку. Насколько вы позволяете ему выражать свои чувства, вот. Знаете, вы считаете ребенка, да, своего каким-то вот ненормальным, ну, в плане того, что его позиция, да, она вот, какая-то аномальная. Но на самом деле, на самом деле, ничего нормального в позиции ребенка нет. Потому что если у него в доме, да, вот его чувства подавляют, допустим, то он не будет подавлять свои чувства, но как по-другому? Ладно. Вот. И, соответственно, если ваш ребенок, это ребенок агрессивный, значит, он накапливает определенную, ну, копит, 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 копит негатив, да, потом его, соответственно, проявляют. А откуда негатив копит? Ну, обзывают его, хочу, а почему его обзывают? Почему у него нет друзей? Потому что он не коммуницирует, а почему он не коммуницирует, потому что зажимается в себе, да? А почему зажимается в себе? Откуда это пошло? Ну, дальше, смотрите, ребенок, если это мальчик, он всегда, так или иначе, да, он будет стремиться быть похожим на отца. Потому что он ведет себя так, как, ну, вот, грубо говоря, ведет себя отец, вот. И его отец, либо мужчина, ну, первичная мужская фигура, которая была перед ним, вот. И, соответственно, у кого-то ребенок, да, у кого-то ребенок этого научился. Вам важно понять, у кого. Вам важно понять, у кого он этому научился, такому поведению. то есть, скрывать чувства свои, да, скрывать свои эмоции, не коммуницировать там и так далее, да, вот. Смотрите, какая история. Как во всем этом участвуете вы? Это тоже очень важный момент. Потому что от того, как вы ведете себя в этой ситуации, зависит весьма и весьма многое. И именно от того, как вы ведете себя в этой истории. Вот. То есть, вы мать, да, мать, и как матери, как матери, вам, ну, вот, желательно, да, раскрывать чувственную составляющую ребенку. Понимаете? Вот. А у вас, видимо, опять же, такой связи с ним нет. Ну, с ребенком, я имею ввиду. И это тоже проблема. Это тоже проблема для того же ребенка. Поэтому я думаю, что не нужно считать ребенка каким-то ненормальным. Нужно, значит, обязательно лечить ребенка. Иногда ребенка даже достаточно, ну, вообще не трогать. Ребенка иногда даже вообще не обязательно трогать. Вот. Достаточно просто изменить модель поведения свою, вот именно свою, да, по отношению к нему просто. И по отношению к другим. И все. И этого достаточно будет. Этого будет вполне достаточно. Для него. Для того, чтобы ребенок изменил свою модель поведения, да, чтобы он стал себя по-другому вести и так далее. Чтобы он почувствовал себя иначе. Вот такая история. Вот. То есть это ваша, это ваша, ваша готовность меняться. Это не готовность меняться ребенка, это не терапия ребенка, это терапия вас. Вот. Вот. Ну, то, что вот, эээ, если так вот, профессионально. Эээ, если профессионально постучать. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому мне кажется, что вы изначально просто выбрали, ээ, не совсем адекватный, эээ, пути, да, не совсем адекватный, эээ, не совсем адекватный способ, эээ, не совсем адекватный способ, эээ, решения, эээ, ну, проблемы. Вот. Я считаю, что все дело только в вашем ребенке, и что, эээ, как бы, эээ, вы к этому отношения не имеете. К сожалению, не так. К сожалению, нет. Имеется. Имеете и весьма, весьма, весьма серьезно. Вот. Ребенок ваше, ваше, ваше отражение. Вот. Когда, вот, например, а, допустим, ну, когда мне, а, говорим, да, что вот, ну, брат, 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 вот, у моего ребенка вот такие-то проблемы, там, и так далее. Вот. А, типа, можно, можно, можно ли, там, мы его, там, ну, к вам на консультацию, например. Вот, я говорю, нет, сами приходите, зачем мне ребёнок, садись мне ребёнка, ну смысл, я с ним поработаю, да, потом он вернётся к вам обратно, будет с вами жить, вот, если вы не имеете своё поведение, смысл не с ним работать тогда, с ребёнком, вот, ребёнок это ваше, ваше предложение, это вы, вот, поэтому я думаю, что если вы действительно хотите, своему ребёнку помочь, начинать нужно в первую очередь себя и смотреть, что именно вы делаете не так, то есть какие у вас, например, отношения, да, со своём ребёнка, счастливы ли вы, гармоничны ли вы, вот, насколько вы свободны в своих чувствах, в своих проявлениях эмоций и так далее, насколько вы гармоничны, вот, понимаете? Пока, пока, вот, то, что я вижу, вот, именно вот, то, что я вижу, на данный момент, вот, это то, что ребёнок отражает вашу подавленность, то есть вы себе чувства подавляете, ребёнок, соответственно, эти чувства выражает, вот, и всё, как бы, и всё, и уже потом, когда вы своё поведение измените, уже можно будет думать, чем помочь конкретно ребёнку, то есть, ну, прицельно, как бы, да, примитивно, примитивные будут меры какие-то. Как итог, я хотел бы, чтобы вы поняли одну вещь, что если вы сами не готовы меняться, если вы сами не готовы менять, ну, вот, свою модель поведения, да, свою модель взаимодействия с миром, с ребёнком, с окружающими вас, людьми и прочее, 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 вот, то, скорее всего, вашему ребёнку не помочь, потому что даже если будет проведена какая-то терапия, даже если будут предприняты какие-то меры, всё равно ребёнок, будет, ну, всё равно ребёнок находится с вами, он находится, как бы, у вас, да, он видит, как вы себя ведёте, он видит, как вы, что вы делаете и так далее, и это постоянно будет напоминать им о том, как он должен себя вести и что он должен делать. Понимаете? Поэтому менять что-либо без, менять что-либо в ребёнке без перемен в себе, да, без, ну, поиска и корректирования, корректирования своих проблем. Вот. Мне кажется, это, ну, в поменьше, в поменьше мере, эгоистично. Вот. В поменьше мере, мне кажется, это эгоистично. Вот. А, по большому счету, это, по сути, скажем так, имитация, имитация деятельности. То есть, знаете, от того, как вы воспринимаете ребёнка своего, да, от того, как вы его видите, вот. А, по сути, зависит его восприятие, восприятие себя. Вот. То есть, грубо говоря, вот грубо говоря, вы считаете, что ребёнку что-то не так? Он это чувствует, он чувствует, со мной что-то не в порядке. Вот. Со мной, как бы, ну, что-то не так. У меня есть, там, какие-то проблемы. Вот. Ребёнок так себя чувствует, понимаете? Вот. Вот. Это не добавляет ему на самом деле, э эээ... Какого-то плюса. Ну, по отношению, к... Себе. Это не добавляет ему какую-то уверенности по отношению к себе, опять же, ну вот. Знаете, поэтому, как бы, ставить вопрос так, что с ним что-то не так, и менять что-то в нём только, вот это, мне кажется, весьма видна деструктивная поверхность, деструктивная модель, потому что ничего хорошего вас не приведёт, и, возможно, именно поэтому у вас ничего не получается, вот. Но, возможно, именно по этой причине у вас ничего не получается, потому что вы не в том направлении двигались, по сути, по сути дела, по факту, вот. Вот так вот, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Обращайтесь в личку, обращайтесь сами, обращайтесь с мужем, вот. Подумаем, посмотрим, поанализируем, как, что можно сделать, как подкорректировать ваше поведение, как и чего, всё это решаемо. Но рекомендую не затягивать, потому что ребёнку 8 лет, чем дальше, тем больше ему, тем сложнее ему будет выйти из этого своего состояния, тем сложнее ему будет что-либо подкорректировать, вот, поэтому не затягивайте эту историю и конкретно приступайте к работе. Вот, ограничение с ребёнком – это следствие подавления чувств родителей, вот, ну и, соответственно, подавление ребёнка. То есть, если родители подавляют себя, то они подавляют и других. Если родители не свободны сами, то они не свободны и по отношению к ребёнку тоже, вот. Решайте. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.